Всем привет! И сегодня мы проведем обзор камеры для творчества от компании Canon под названием Legria Mini в комплектации KitRed. Камера является чем-то средним между экшн-камерой и обычной видеокамерой. Имеет поворотный экран, стереомикрофон и кучу аксессуаров в комплекте. Ну что же, начнем наш обзор? Поехали! Камера выпускается в трех цветах. Черный, серый и с недавних пор красный цвет. Выполнена из пластика и обладает приличным весом для своих габаритов – около 200 грамм. В моем случае камера в красном цвете и поставляется с целой кучей аксессуаров. Стоимость всего комплекта в районе 15 тысяч рублей. В комплекте помимо камеры мы имеем брызгозащитный бокс, силиконовый чехол, дополнительный аккумулятор, мягкий чехол для транспортировки и ремешок для камеры. Рассмотрим камеру более подробно. На верхней части камеры располагается поворотный сенсорный дисплей на 2,7 дюйма. Он может поворачиваться на 180 градусов, так чтобы было удобно снимать не только окружающих, но и самого себя. Рядом с экраном располагается динамик для воспроизведения записанного видео со звуком. На фронтальной стороне располагается сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f2.8. Фокусное расстояние 16,8 мм для видео и 15,4 мм для фото в 35-мм эквиваленте. Объектив прикрывает шторка, которая защищает стекло от внешнего воздействия и открывается с помощью переключателя питания камеры. Рядом располагается стереомикрофон, превосходно записывающий звук. На обратной стороне располагается отсек для аккумулятора типа NB4L. Помимо крышки, аккумулятор поддерживает специальный фиксатор внутри отсека. С левой стороны имеется кнопка фотосъемки, заглушка, под которой располагаются гнездо для карты памяти microSD и разъем miniUSB для синхронизации камеры с компьютером, индикатор обращения к камере, крепление для ремешка. С правой стороны имеем крепление для ремешка, кнопка режим воспроизведения, заглушка, под которой располагаются, разъем HDMI, а также разъем для блока питания, индикатор питания, переключатель питания для включения-выключения камеры. На дне имеется регулируемая ножка для установки камеры под углом, а также стандартная резьба для штатива. В камере присутствует BGN Wi-Fi, с помощью которого можно дистанционно управлять камерой, а также передавать отснятый материал по беспроводной сети. В камере установлен CMOS-сенсор с обратной засветкой на 12 Мп и процессор Digic DV4. Сенсор такого типа улавливает больше света, что позволяет камере лучше снимать в условиях низкой освещенности. Камера снимает видео в формате MP4 в разрешении 1920 на 1080 пикселей с частотой 25 кадров в секунду. Доступны два варианта битрейта 24 и 17 Мбит в секунду для разрешения в 1920 на 1080 и 4 Мбит в секунду для разрешения 1280 на 720. Также камера может снимать замедленное в два раза видео в разрешении 1280 на 720 и замедленное в четыре раза в разрешении 640 на 360 с частотой в 25 кадров в секунду. Для фото доступны три разрешения. Большое 4000 на 3000 пикселей, среднее 1920 на 1440 пикселей и маленькое 640 на 480 пикселей. Аккумулятора камере хватает примерно на 1 час 10 минут съемки Full HD видео с включенным экраном на средней яркости. Время зарядки аккумулятора от 0 до 100% составляет 1 час 45 минут. Работа с камерой. Практически все управление камерой происходит с помощью сенсорного экрана. На экран выводится множество вспомогательной информации, такой как уровень заряда аккумулятора, качество видео, оставшееся время видеосъемки, качество фото, оставшееся количество снимков, режим съемки и множество другой информации в зависимости от выбранных настроек или режима съемки. Для начала съемки нажимаем красный кружочек в правом нижнем углу. Повторное нажатие останавливает запись, а чтобы сделать фотографию необходимо зажать физическую кнопку для фотосъемки, находящуюся с левой стороны камеры. Нажатие на иконку с увеличительным стеклом переводит камеру в режим приближения. Повторное нажатие возвращает камеру в широкоугольный режим. Приближенный режим позволяет уменьшить угол обзора видео с 160 градусов до 71 градуса или с 16,8 мм до 35 мм в 35-мм эквиваленте. Этот эффект достигается за счет уменьшения области считывания матрицы. При нормальном режиме для видео используется приблизительно 9 миллионов пикселей. В приближенном режиме всего 2 миллиона. Это означает, что в приближенном режиме фактически вы будете снимать на уменьшенную матрицу более чем 4 раза. И чтобы получить изображение, близкое по качеству широкоугольному режиму, необходимо много света. Нажатие на иконку рисующего пальца позволяет производить съемку с декорированными элементами поверх записываемого видео. Накладывать элементы можно также во время воспроизведения, при этом оригинальное видео останется без изменений. Нажатие на иконку с домиком открывает меню камеры. Другие настройки. Состоит из трех вкладок. Аудиоэпизод. Здесь задаются оптимальные настройки для микрофона путем выбора одной из пяти предустановок для различных условий записи. Специальные режимы съемки. Обычная съемка. Стандартный режим. Интервальная съемка. Полусекундные видео через определенные промежутки времени. Замедленное движение. Ускоренное движение. Видеоролик. Съемка коротких от 2 до 8 секунд отрезков видео, при воспроизведении которых получается видеоклип. Режим съемки. Здесь можно выбрать различные сценарии для съемки, подходящие для каждой конкретной ситуации. Нужно отметить, что все режимы, кроме авто, позволяют корректировать экспозицию. Отражение поворот. Зеркальное изображение. Определение ориентации. Таймер. Таймер устанавливает задержку перед началом съемки. Дистанционное управление. Плюс потоковая передача. Позволяет управлять камерой с помощью мобильного устройства. Меню камеры в режиме воспроизведения состоит из пяти иконок. Другие настройки. Данное меню содержит три вкладки и доступно как для режима съемки, так и для режима воспроизведения. Показ фотографий. Режим показа фотографий. Воспроизведение роликов. Режим воспроизведения роликов. Видеоролик. Режим воспроизведения эпизодов типа видеокадр. Wi-Fi обеспечивает доступ к различным функциям Wi-Fi. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Отличным выбором А.Кулакова